я приветствую всех на канале повезушки с танюшкой сегодня у меня очень радостное событие у меня сегодня день рождения спасибо все мои дорогие за ваше поздравление я как проснулась утра так все и получаю получаю поздравление до сих пор очень много приятных добрых слов спасибо всем огромное я вас очень сильно люблю хочу с вами сегодня поделиться частичкой радости и записать для вас отчет по совместному проекту вяжем лето прошла у нас первая неделька и хочу сегодня рассказать вам и показать результаты наших девочек записалась на участие у нас 41 человек это очень огромная цифра для меня спасибо вам всем огромное за поддержку спасибо вам за то что вы очень ответственно подошли к отчетикам все условия и правила вы конечно же выполнили вы большие умнички желаю вам удачи в дальнейшем пускай ваше любимое хобби приносит вам только радость хочу сказать для тех кто не участвует в нашем совместном проекте то что организатором данного совместного проекта являюсь я татьяна косова и у нас на данный момент три спонсора это я катюша и я на ссылочки на наших спонсоров я оставлю в инфобоксе у них есть свои каналы на youtube поэтому все участники прошу вас подписаться на наших спонсоров им будет очень приятно и вам дорогие зрители я порекомендую подписаться на этих два канала так как девочки снимают видео по лизанию я думаю вам будет тоже очень интересно также приглашаю всех желающих принять участие в спонсорстве мы обязательно в каждом видео будем озвучивать наших спонсоров и я буду оставлять ссылочку на ваши каналы или соцсети составе участников на протяжении этой недельки произошли небольшие изменения об этом я расскажу немного попозже а сейчас я хочу немножко вам напомнить о правилах нашего совместного проекта когда мы начинаем новый процесс мы обязательно фотографируем начатое изделие и выкладываем свои альбомы альбомы я создала в группе повезушки с танюшкой у каждого участника есть свой альбом вы заходите и загружаете туда фотографию обязательно на фото по началу процесса и по продвижением по процессу должен присутствовать кодовый предмет кодовый предмет я говорю воскресенье ближе к 12 часам ночи и поэтому с новой недели вы сможете делать фотографии и прикладывать к фотографии новый кодовый предмет под фото о новых процессах мы как всегда пишем что мы вяжем из какой пряжи состав метраж пряжи каким инструментом вяжем номер инструмента то есть например вы вяжете крючком номер 2 из пряжи ализабелла состав пряжи такой-то метраж такой-то и например вяжем платье под фото о начале процесса мы пишем также тег решетка вяжем нижнее подчеркивание лето нижнее подчеркивание неделя 2 и так мы будем подписывать каждое фото по новому процессу субботу и воскресенье мы должны выкладывать отчеты по своим продвижением а также мы можем показывать фото о готовых работах под фото готовых работ мы расписываем все так же как и о начале процесса только пишем расход пряжи на данное изделие а также указываем техники которые мы использовали для вязания данного изделия фото процессов вы можете выкладывать ежедневно под хэштегом но обязательным условием является то что вы в субботу и воскресенье также показываете продвижение по своему процессу если например вы в среду выложите фото продвижение своего процесса а в субботу или воскресенье нет то к сожалению такой отчет я не приму ну и конечно же не забываем везде указывать хэштеги подробнее о правилах совместного проекта вяжем лето вы можете зайти и почитать в группе эта запись закреплена на стене поэтому кому что-то еще не понятно то лишний раз можете зайти и ознакомиться кроме того наш совместный проект продлится с 1 июня по 1 августа поэтому мы приглашаем всех желающих принять участие в нашем совместном проекте будем вам очень рады вступить в данный совместный проект вы можете в любой день пожалуй это все моменты которые я хотела вам сегодня рассказать ну а теперь давайте перейдем к ноутбуку и я вам подробно покажу и расскажу об отчетах наших участников пролетела первая неделя участия в совместном проекте вяжем лето стартовали мы 1 июня и всего нас 41 человек приступила к вязанию за первую неделю произошли у нас некоторые изменения но не совсем существенные вы были с проекта две участницы под номером 39 и под номером 40 это наталья черкашина и екатерина ивлеева наташа не поняла немного условия участия в совместном проекте и она выложила отчетик с уже начатой работой на фото было изображено платьишко которое на себе вяжет и связана была уже одна часть данного платья поэтому наташа я написала что к сожалению я не могу принять ее отчет после чего наташа удалила свои фотографии и ушла из проекта не сказав ни слова хотя я думала что наташа все-таки приступит к вязанию и хотя бы свяжет образец но увы и ах наташа очень жалко что ты так рано покинула наш проект и екатерина она написала мне сообщение что к сожалению из-за такой суровой погоды она не сможет вязать летние изделия сейчас она будет вязать более теплые вещи для себя и для своих родных поэтому катя даже не приступала к вязанию летних вещей ну и на этой неделе с отчетами справились практически все девочки пропустили отчеты у нас вика под номером 8 и оля под номером 28 девочки скорее всего ничего не связали за этих четыре дня поэтому у них только фото по подготовке они в свои альбомчики добавили фотографию с пропуском отчета также на этой неделе у нас есть уже лидеры которые связали по одному изделию это участница под номером 12 галя муршель она связала кепочку для сына из пряжи пнк на шапочку ушло 34 грамма и за готовое изделие галя я начислила 71 балл галя поздравляем тебя умничка хороший старт желаем тебе удачки и рады нас новыми изделиями а также участница под номером 21 мария хасанова порадовала нас готовым изделием туникой для доченьки из газала бэби коттон и на такую тунику у марии ушло 150 грамм и в общем я начислила ей 195 баллов за готовое изделие машенька поздравляем тебя получилось достаточно красивая туника я думаю твоей доченьке понравилось и это самое главное для нас для рукодельниц желаем тебе также удачи поздравляем тебя с первым связанным изделием в совместном проекте желаем удачки и также ждем твоих новых изделий ну а дальше девочки я включу слайд-шоу и вы посмотрите на работы всех участниц у которых на данный момент готовых изделий пока нет но у девочек есть отличное продвижение и я думаю что в следующем отчете у нас будет много новых готовых изделий поэтому желаю вам приятного просмотра и всем пока до новых встреч а а а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...